80% современных семей по данным социсследований распадаются в первые 5 лет брака. Такая тенденция заставляет включаться в проблему общественные организации – образовательные, волонтерские и православные. О развитии духовно-нравственных ценностей в обществе представители НКО поговорили за тематическим круглым столом. Обычными человеческими силами в современных условиях практически невозможно переломить эту антихристианскую, антисемейную тенденцию, которая наблюдается. Когда человек получает духовные силы, он получает возможность терпеть, получает возможность любить, получает возможность угождать Богу и сохранить эту семью вопреки всем невзгодам. Психологи же придерживаются более приземленных взглядов. Сейчас существуют различные типы семьи. К примеру, демократические и матриархальные. Все они нетипичны для российского общества. В этом и видят главный камень преткновения специалисты. И выход здесь один – возрождение традиционной семьи с ее ценностями. Причем это не история о супруге-тирании и безвольной жене. Это о том, что мужчины и женщины разные, но вместе с тем равные. У каждого своя роль. Если мужчина создан первично, по образу подобия Божьего, и он ориентирован все-таки больше вовне, то есть он ориентирован на защиту, помощь, на обеспечение семьи. Женщина создана вторично. Это неплохо, нехорошо. Это просто наша реальность. Это разная антология творения полов. Женщина создана вторично, она призвана стать помощницей Адама, равносущной. И вот это глубинное единение разных полов, единую целостность, позволяет снять вот эту тихотомию, снять конфликт между половами. Мнения церковных служащих и психологов сошлись в единой точке. Работу по развитию нравственных, в том числе семейных, ценностей стоит начинать с юного возраста. И поддерживать благие намерения человека на протяжении всей жизни. Самарский союз журналистов уже четверть века ежегодно проводит акцию благородства, которая рассказывает о неравнодушных жителях губернии. К счастью, в нашей губернии таких людей гораздо больше. А журналисты рассказывают о этих людях, ставят их пример. Но это же замечательно, когда среди даже лауреатов нашей акции есть совсем молодые люди, самому молодому лауреату 4 года. Этот ребенок спас из пожара своих братьев и сестер. 4 года. Трудно переоценить и вклад СМИ в развитие ценностей. В частности, телеканал «Самара ГИС» никогда не пренебрегает добрыми новостями. В эфире транслируются социально ориентированные проекты, такие как «Просто о вере», «Хочу домой», «Разговор по душам». Новый проект в поддержку пострадавших от домашнего насилия появился и в наших социальных сетях. Мария Ельевна, Константин Головин. События.